С утра, 7 октября, террористы Хамас зашли в воинскую часть. Это была первая воинская часть на пути террористов. При взрыве на заставе погиб боец 51-го взвода Галани, Дмитрий Шлома Решетников. Парень из Волгограда, который заканчивал школу в Израиле, в Квар-Ситрин. Когда вообще все произошло, и буквально в тот же день, в субботу, я узнала, что со Шломой потеряна связь. Я до последней секунды надеялась, как, собственно, большинство, что, скорее всего, не отвечают на звонки, потому что, я знаю, было указание, чтобы поменьше пользовались телефонами, чтобы не засекли. И когда Сара сказала, что вот так и так, вы знаете, я вам честно скажу, я два дня в себя прийти не могла. Шлома ушел от нас, он погиб героически. Он сделал освещение имени Всевышнего, он защищал меня, когда я был дома. И я спал со своими детьми, а он там, там, там на границе, он отдал себя для того, чтобы я жил, и для того, чтобы мои дети жили. И когда случилось то, что случилось, мы оставались с семьей, и мы остаемся этой сюрьмой. Наша семья большая, и это радует. Наташа, здравствуйте. Я вас помню. Ребенок, которого любят, он умеет эту любовь передавать дальше. Шлоймолы получил эту любовь от вас. Шлоймолы получал эту любовь от посланников Любавицкого Рэббит Таун в Волгограде. Шлоймолы продолжал получать любовь здесь, на программе на Олеф Творситлине, от людей, которые были вокруг него. Дима к нам приехал такой хороший еврейский мальчик из Волгоградской общины. В общине он познакомился с еврейскими традициями, и он учился в еврейской школе. Он настолько быстро влился во все еврейское, и спустя достаточно короткое время он решил, что он хочет сделать обрезание и быть полноценным таким евреем. Для того, чтобы сделать эту церемонию, обязательно нужно разрешение родителей. Мама была согласна, Дима очень хотел, а папа сомневался. Но для него было очень-очень-очень важно одобрение папы. Для него была достаточно высокая ценность в отношениях с родителями и их одобрение. И как только папа согласился, одобрил его решение, мы, естественно, сразу помогли организовать это все и выбрал для себя имя Шлому-Юуда. И мы поначалу называли его Шлому первое имя, но он каждый раз нам напоминал, что он Шлому-Юуда, и ему было очень-очень важно, чтобы оба имя звучали. И вот это и есть история того, как из Димы Решетникова он превратился в Шлому-Юуда Решетников. Шлой был человеком, который любил других. Наташа, он с нами. Вы должны это чувствовать все время и понимать. Я был вожатым у Шлому один год. Когда пришел Шлому в мой класс, я встретил своего единомышленника. Мы вместе с ним прикалывались над учителями, вместе. И вообще над каждой ситуацией мы прикалывались, смеялись. В школе мы общались не так сильно. После его выпуска мы начали больше общаться с ним, проводить время. И последний год мы очень часто виделись. Может, каждую неделю проводили с ним время. Наверное, самый хороший момент – это когда мы жили в общежитии. Он как-то помогал, как старший брат, может, всегда был добрым. Не только ко мне, но и к моим друзьям. Всегда был человеком с добрым сердцем. Я тоже заполнила Шлому, когда он приехал. Он приехал очень радостный, очень веселый, с большими открытыми глазами. Он не знал, куда он попал, что такое Израиль, Ситрин. Для него было все как чудо какое-то. Он всегда шел вперед, всегда добивался поставленной цели. Мне очень ярко запомнился первый день, когда Дима оказался у нас в школе. Он приехал перед шабатом. Шабатняя трапеза, мы все вместе, все на Вологе, много людей. И Дима встал вдруг, 14-летний парнишка, там 80 человек. Он встал, и он сказал, «Меня зовут Такса и Такса». Хотя от него это и не требовалось, чтобы он вставал и рассказывал о себе. Он встал, и начал рассказывать, откуда он, что он. И это был такой некий шок, насколько внутренний такой битахон, такая уверенность в себе. И вот это меня сопровождало в работе с ним все 4 года, что он здесь находился. Он приехал сюда, и он знал, что это его, это его дом, это его семья. И здесь он может чувствовать себя уверенно. Первая встреча была очень позитивная. Мы с ним беседовали, и оказалось, что он сам учился в еврейской школе в Волгограде. Видно было уже по нему, что у него есть теплое местечко в сердце, связанное с едаизмом, с традициями. Я прилетел в 10 класс учиться, и он был моим одноклассником. Он был очень веселым. Для меня Дима был очень веселым. Всегда умел найти подход к любому человеку и поддержать его в любой момент. В трудный момент он всегда приходил на помощь и всегда оставался рядом. Ребята, товарищи Шлумы, те, кто здесь сейчас, и те, кто не смогли приехать, они купили вот это покрывало специальное для свит, которое будет храниться у нас. И они просят подойти и сфотографироваться для тех ребят, которые здесь не присутствуют. И они просят подойти. на пенсию. И вот в основном вечере вдруг он поет, а он же был в этом, в оркестре школьном, когда идем со школьного двора, учитель нас проводит до угла и так далее. Встречаю, и снова расставайся. И он меня вдруг смотрит со сцены. Я вот сижу в зале, он на сцене. И вот я понимаю, что это как мне говоришь, что вот встречаю, и снова расставайся. Я еще на год остался, и это тоже благодаря ему. Когда вспоминается, я его пою еще все. Без школы не могу жить, а что? Дима был очень позитивным человеком. И всегда у него была на лице улыбка. Всегда, когда мы встречались, я спрашивал, как дела. Он всегда говорил очень хорошо и всегда был доволен тем, что он находится здесь, в орситрине. Он участвовал практически во всех кружках, которые здесь были. Рисование, музыка. В те времена, когда я его знал, это был очень такой разноплановый парень, который любил жизнь. Он был всегда с улыбкой на лице, всегда улыбался. Даже когда приходилось его ругать, да, он всегда улыбался в ответ, всегда мог сказать какую-то глупость, посмеемся с нею. Да, в общем, таким он и запомнился, таким он и остался, таким он и будет веселым, улыбчивым, добрым мальчиком Шломой, которого мы очень любим, которого нам безумно не хватает. Мы благодарим вас за то, что вы с семьей вырастили такого ребенка, который превратился в воина. Шлома сражался с врагами, которые пришли только для того, чтобы убить, убить как можно больше. Вы можете гордиться Шлому и тем, что он сделал для израильской армии и для всего еврейского народа. Он отдал свою жизнь для того, чтобы освободить мир от нелюдей, которые пытаются изменить человечество. Мы во время похорон слышали, что Шлома осуществил свою мечту – жить в Израиле, учиться в Израиле и служить в израильской армии. Он взял на себя одевание тфелин и продолжил соблюдать еврейскую традицию. Шлому говорит, что до сих пор вспоминает отрывок из фильма, который есть о нашей школе, где он говорит о том, что он здесь может чувствовать себя настоящим евреем. Шлому погиб героем. Он погиб, защищая землю Израиля, народ Израиля и прославляя Всевышнего. У меня не получилось быть в тот момент, когда его провожали, но я слышал о том, что пришло несколько тысяч человек. То есть, если пришло, не знаю, несколько тысяч человек, то несколько тысяч ангелов, такое же количество ангелов, встречают человека наверху. Известно, что очень важно пойти на могилу праведника. Рабиб говорил, идите на кладбище, где похоронены солдаты. Потому что каждый из них, отдавая свою землю за этот народ, поднялся на уровень праведника. Мы сейчас стали еще сильнее. Мы сейчас знаем, что то, что от нас зависит, это только одно. Продолжать с поднятой головой нести свет добра, торные заповеди, за которые отдал жизнь Шлом. Улыбка Шлома никогда не сходила с его лица. Он всегда был счастливым человеком. Его друзьям нравилось быть рядом с ним и быть в его компании. Диму я запомнил как человек, который всегда поможет тебе, даже если ему сложно, он тебе поможет. И просто человек с большой душой, с большим сердцем. Жизнерадостный. Жизнерадостный, добрый, внимательный. Всегда рад помочь. Он всегда останется в наших сердцах, со своим цветом в глазах и со своим позитивом, который он излучал и давал окружающим. Я запомню Шлома, с одной стороны, очень открытым, очень добродушным, очень веселым. С другой стороны, был у него какой-то стержень, то есть была некая твердость была. И кроме того, удивительная способность смотреть не изнутри, а где-то со стороны всегда. Это врожденное, это гены. И это невозможно было воспитать. У меня только самые, так сказать, если можно так сказать, самые солнечные воспоминания. Вот это я могу сказать однозначно. Диму я запомню очень позитивным мальчиком, очень добрым, хорошим. В нем горела вот эта искорка еврейская. Меня зовут Наталья Решетникова. У меня погиб сын. Я обращаюсь ко всем женщинам, чтобы молились за него. Он погиб в первый день нападения. У него тоже не было времени раздумывать. Он принял решение, он стал действовать. И я прошу вас действовать, зажигать свечи, молиться за наших мальчиков. Чтобы им было хорошо, чтобы они знали, что мы их помним. И очень хочется, чтобы это было не зря. Очень хочется. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!